Российские саперы зачищают самый опасный и трудный район Алеппо. Старый город 5 лет находился под контролем боевиков. Помещение слева открыто. Осматриваем? Да нет, смотрим помещение. Во дворе откинули ковер, под ним провода, как чувствовали, будет засада. В этих домах жили боевики и отступая террористы все свои дома заминировали. Вот, например, одна из таких линий называется гирлянда. Здесь взрыватель и здесь. Рассчитан на шеюну стопы ноги. Стоит наступить и тут же сработает вот этот замаскированный под огнетушитель самодельный фугас. А в этом углу входа в комнату еще одна ловушка. Казалось бы, безобидная плюшевая игрушка, но стоит ее развернуть, как внутри увидим еще одно самодельное взрывное устройство. Вот детонатор, торчащие провода, а это серое вещество тротил. Взрывчатки граммов 300 этого хватит, чтобы разнести в клочья автомобиль. И что говорить о ребенке, если бы в его руках оказался этот зверь? В этой комнате еще несколько игрушек, которые буквально напичканы срывчатыми веществами. Вот, например, если посмотреть внимательно на эту кутлу, то заметно, что у нее вспорота вот эта часть. А внутри ручная граната с чекой на боевом взводе. Стоит не прикоснуться, и тут же прогремит взрыв. Боевики прекрасно понимали, опытные саперы на такие уловки не попадутся. И первыми, кто мог погибнуть от растяжки, любопытные детвора. Граната установлена в игрушку, и лестница была привязана за другую игрушку. При поднятии этой игрушки выдергивается кольцо и срабатывает весь заряд граната. Пока одна группа проверяет дома, другая дороги специальным георадаром. На глубине до 15 метров он находит пустоты или подземные ходы, которые боевики могли заминировать. Прежде чем открыть движение городского транспорта, надо убедиться, что улица безопасна. Первый, второго. Прием. На глубине полметра обнаружена пустота. Определите, в какую сторону идет высота. Сканируя брусчатку, радар определяет направление в сторону этого здания. Бывшего спортклуба прибор не ошибся в подвале подземный лаз. Эти кучи песка и камней боевики насыпали, когда копали тоннель. Самый небольшой, метров 20, прорыт под дорогой. В глубине самодельные фугасы. Мощность примерно 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Террористы собирались их подорвать, чтобы обрушить дорожное полотно. И сделать улицу непроходимой для бронетехники и автотранспорта сирийской армии. Таких тоннелей в старом городе еще десятки. Но с каждым днем число разминированных объектов растет за два месяца. Саперы обезвредили в городских кварталах 24 тысячи самодельных фугасов и мин. Тимур Абдулаев, Николай Молшенко, Телеканал Звезда, Алеппо. Тимур Абдулаев, Николай Молшенко, Телеканал Звезда, Алеппо.